Аллах Всевышний сказал в суре Ибрахим в седьмом аяте Паисе «Если вы будете благодарить, Я умножу вам милостью». То есть, если будете ценить Аллаха и дары Аллаха и правильно употреблять их, не будете восставать против Его заповедей, а предадите себе Аллаху и будете Ему благодарны, благодарность видна в признании единственности Аллаха и в покорности Ему. Благодарность за оказанные милости говорит о честности и уважении, которые человек испытывает в глубине души. Естественная благодарность за доброе дело отвечает здоровой природе человека. В суре Бакра в 152 аяте Аллах говорит «Благодарите меня и не проявляйте неблагодарности по отношению ко мне. Самой совершенной формой упоминания Аллаха является упоминание языком и в сердце одновременно. Благодаря этому человек лучше познает, начинает сильнее любить Его и получает большее вознаграждение. А поскольку упоминание Аллаха является высшим проявлением благодарности в самом широком смысле этого слова, мусульмане благодарят Аллаха за то, что он облагодетельствовал их многочисленными щедротами и уберег их от всевозможного зла. Выражаясь благодарность следует в душе, признавая добродетель Господа и на словах восхваляя Его за щедроты и милости и на деле, выполняя Его повеления и не нарушая Его запреты. Подобная благодарность помогает рабам сохранить полученные блага и даже увеличить их. Также, если человеку будут оказаны явные милости или если его минует явные бедствия, желательно, чтобы он совершил земной поклон в знак благодарности Аллаху Всевышнему, воздал Ему хвалу и поблагодарил Его так, как Он этого заслуживает. Например, проведена история о царе и его друге. Когда один из царей своим другом прогуливался и упал с коня, то друг сказал «Аль-Хамдули-Ллях». Царь это взял на заметку. Когда не приехал на рынок, и царь взял один из мечей и стал пробовать его, и фехтовал им так, что отрубил себе палец, друг его, пережав кровотечение, сказал «Аль-Хамдули-Ллях». Приехав во дворец, царь сказал «Я упал с коня, чуть не сломал себе голову, я отрубил себе палец, а друг мой сказал «Хвала Аллаху» и посадил его за эти слова в тюрьму». Тогда друг сказал «Аль-Хамдули-Ллях». Царь поехал на прогулку один. И были люди, которые считали, что можно других людей приносить в жертву, ведь это лучшее створение Аллаха, и поймали царя, и хотели принести его в жертву, и увидели, что не хватает одного пальца, и отпустили его. Тогда царь приехал, навестил своего друга в темнице и рассказал ему этот случай. И тогда друг ему сказал «Аль-Хамдули-Ллях, ведь если я был рядом с тобой, и не попал в эту тюрьму по твоему приказу, то бы меня принесли вместо тебя в жертву». Поэтому чаще нужно и нам восхвалять Аллаха, ведь мы не знаем, где для нас скрыто благо. В суре сонной, в двадцать первом аяте, Аллах Всевышний и Всемогущий говорит «Посланника Аллаха, прекрасный пример для вас». Обычно во время ночных молитв пророк Солу Аллаху Алихи Вассалям стоял на молитве так долго, что его ступни опухали. А когда его спрашивали об этом, он говорил «Разве не следует мне быть благодарным рабом? – Лучшим из благодарных является Сам Великий Аллах». Ведь одно из его совершенных качеств Аш-Шакур – благодарный, и он свят и велик, отблагодарит своих покорных рабов благословенным раем, а за одно доброе деяние воздаст десятикратно, семьсоткратно и еще больше. Например, как Мазапо знает, что все дела Адама – это для него самого, а пост для меня, и я воздам ему, так говорит Всевышний Аллах. Ведь Аллах богат и славен, а не беден, как считали некоторые лицемеры. На втором месте стоит благодарность по отношению к родителям, ибо Аллах Всевышний сказал «Благодари меня и своих родителей» Сур-Ал-Укман, четырестый ает. Один человек нес во время хаджа свою мать на плечах, потом спросил «Отблагодарил ли я свою мать?» Тогда посланник Аллаха, салла Аллаху алейхи и вассалям, сказал «Нет, даже за один вздох!» О, Аллах, прибегаю к Тебе от знания бесполезного, от сердца нетрепещущего, от плоти ненасытной, от молитвы непринятой. О, Аллах мой, молю Тебя о терпении в деле моем, о твердости на пути праведном, молю Тебя о благодарности Тебе за блага Твои и о служении Тебе достойным образом, о языке правдивом, о сердце чистом, прибегаю к Тебе от всех зол, что Ты знаешь, молю Тебя о всех благах, что Ты знаешь, и о прощении всего того, что Тебе известно, ведь Ты знающий тайны и явные. Затем стоит благодарность жены своему мужу, так как множество женщин, которые неблагодарны своим мужьям, окажутся в аду, как указывает на этот хадис, который приводится в сборник Аль-Бухарии. Затем стоит благодарность по отношению ко всем остальным людям, которые оказали Вам благодеяние, ибо кто не благодарит людей, тот не благодарит и Аллаха. В заключении, хвала Аллаху Господу миров!